Ахтунг! Данное видео не является истиной в последней инстанции и было сделано лишь для развлечения. Показанные в этом видео ситуации являются лишь одними из тысяч других, а сборки обусловлены лишь личными предпочтениями игроков. Всем привет, с вами Hivemind и сегодня у нас наконец-то нормальная дуэль Templar Assassin против Morphling. Кто же окажется сильнее? Супер поздний лейт с отличными эскейп способностями или один из сильнейших семикерий гангеров? Это вы узнаете совсем скоро. Правила вы можете посмотреть в описании, а также кликнув по кнопке, дабы послушать о них в пилотном выпуске. Время взглянуть на предметы, выбранные участниками. Morph принял решение, что для того, чтобы победить Templarca, надо быстро сбить ее щит и при этом не огрести с этих ужасных тычек, и в этом ему помогут Монта и Бабочка. А Templarca же решила усилить свой и без того неплохой минус к броне противника. Посмотрим, что же из этого окажется эффективнее. Итак, первый раунд. Morph уже не терпится начать драться. Templarca завязала щит, Morph использовал волну, начинает бить Templarca, создает ее иллюзию, раскладывается в Анту, сбил с нее щит, начинает драться, сразу же адаптив страйк. Templarca пытается нарезать его, но слишком много мясов, у Templarca остается мало хп, она использует инвиз, но промахивается с инвизой, и Morph забирает ее. Раунд за номером 2, Morph сразу же прокатывается по Templarca, создает кучу иллюзий, опять начинает долбить Templarca, но та наконец-то начинает попадать по нему, он использует прикачку, адаптив страйк, Templarca проседает, и в инвиз уходит тычка и умирает. Много иллюзий. Неожиданная победа Morph'а до глубокого лейта, да и не просто победа, а 2-0, крайне неожиданный исход лично для меня, и я не уверен, что Templarca сможет что-то сделать в следующих боях, ведь это Morph, один из сильнейших керри, самый настоящий китайский герой. Время посмотреть, что же новенького прикупили себе участники, Templarca поняла, что так продолжаться не может, играть против Morph'а с месами нереально, но она мечту свою лелея поступила гениально, прикупила МКБ. Ну а Morph' по дефолту, Тараска и Доминатор, максимальная выживаемость и урон за счет перекачки. Morph'у прямо не терпится подраться, он использует волну на Templarca, использует репликейшн, раскладывается в манту, начинает долбить Templarca, она быстро проседает, но он-то уже на пол хп начинает перекачиваться, Templarca остается на лоу, уходит в инвиз, добивает Morph'а, но сама умирает от иллюзий. Templarca уже бежит навешивать люлей Марфу, тот прокатывается волной, начинается драк, он использует репликейшн, почему-то не использует манту, его просаживают, он в репликейшн, использует манту и умирает, он-морф просто отдался, что за бред? Ну и 2-1 от Templarca, первый раунд был невероятным, убить друг друга, не часто такое увидишь, а вот второй раунд, черт его знает, что там произошло, но Morph' тупо отдался Templarca, что и отправляет нас смотреть третью часть. Что же купят себе участники для третьей части дуэли? Morph' докупает сатаник, а Templarca, продав Talisman of Evasion, докупает Daedalus и Алибарду-затыкалку. Не самый честный выбор, как по мне, но делать нечего, будем смотреть. Морф прямо несется на Templarca, делает волну, использует репликейшн, раскладывается в манту, его тут же заткнули, он начинает сбивать рефракшн, уже остался на пол хп, начал перекачившку делать, сносит хп нормально, Templarca, та делает с инвизу, удар, но остается слишком мало дэмэджа у морфа и не хватает, дамага, чтобы забить Templarca. Наглая рожа уже бежит к морфу, так, морф прокатывается, начинается драка, сразу с инвизу больную тычку такую прям разложился, морф куча иллюзий, как больно просаживает Templarca и добивает ее адаптив страйком. Итак, драка, которая решит все, морф прокатился, использовал иллюзии, создал репликейшн, начинает бить, нормально так просаживает, драка ровная, пока что использует рефракшн, заткнула в самый нужный момент под сатаником, заткнула морфа и убила его. Короче, я считаю, что затыкать морфа под сатаником было нечестно, но, тем не менее, в игре вы ведь не скажете противникам что-то вроде «Эй, парниш, ты там затыкалку не покупай, да и БКБ тоже не надо, лучше вообще ничего не покупай, и на базе стой», так что можно сказать почти честная победа Templarca. Суровая была дуэль, надеюсь, достаточно интересная и зрелищная. Кстати, напоминаю вам о нашем стриме twitch.tv.com, где вы можете услышать меня, Вельза и других участников нашего скромного коллектива. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать свои замечательные комментарии. И помните, дота – это командная игра, а то, чем мы здесь занимаемся – просто абсурд.